Приветствую вас и начну, пожалуй, с того, что скажу, что непрофессионально давать вам советы относительно того, как вам поступать. Решать вопрос в сторону, какого направления вам двигаться, вы будете самостоятельно. Почему? Потому что если мы предложим вам какой-либо путь, то это будет ответственность уже наша, а не ваша. А поскольку решение нужно принять вам, потому что это ваша жизнь, ваш брак и ваш мужчина, то лучше будет, если это сделаете вы. А мы можем показать вам некоторые аспекты, элементы ситуации, которые и помогут вам принять верное решение. Итак, после такого наступления давайте обратим внимание на несколько моментов. Первые моменты связаны с тем, что физической измены не было, о чем вы сами уверены. И поскольку физической измены не было, а был только флирт, то ваша уверенность в том, что она была бы, ну, ничем не подсоединена. Хотя, конечно, тот факт, что уговорит женщина, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов. Но давайте изначально, изначально попробуем исходить из того, что мужчина все-таки правда хочет общения, это его болезнь. Потребность человека в флирте вообще не берется просто так. Она откуда-то появляется, эта потребность. И означает лишь то, что вы, эта потребность, своим обществом, своим взаимодействием с мужем, своим отношением к нему, не удовлетворяете. Или удовлетворяете, но не полностью. И вот это является ключевой момент. Нужно, в первую очередь, понять, чего мужчина хочет от отношений. Чего мужчина хочет, как мужчина. Чего мужчина хочет, как от женщин. Понять это и дать ему в полном объеме. Удовлетворить его, так сказать, базовую, изначальную, природную потребность. И потом, когда вы эту потребность у него удовлетворите, будет видно, для чего ему нужно флирт с другими женщинами и какое значение он этот флирт для него имеет. Если предположить, что мужчина делает это для самоутверждения, для того, чтобы, ну, почувствовать себя мужчиной, почувствовать себя самцом, то, соответственно, это означает, что с вами он таковым себя не чувствует. И значит, вам нужно менять что-то в первую очередь в своем поведении, в своем отношении. Применосить в них какое-то разнообразие, драйв, драйв, спонтанность, нежность, эмоции и прочее. Чтобы мужчина вновь и вновь открывал вас заново. Простите, если вы не будете этого делать, мужчина не будет чувствовать себя таковым рядом с вами и будет смотреть на других женщин. Прошу понять меня правильно. Я не говорю, что вы виноваты в том, что произошло. Конечно, мужчина поступает не совсем хорошо, неважительно по отношению к вам. Но раз вы говорите, что он вас любит, если у него есть чувства, и квартиры вы взяли в расстрочку, и ремонт, и все, то есть у него есть серьезные намерения по отношению к вам. И искренность в отношении к вам присутствует. Значит, ему просто чего-то не хватает. В противном случае были бы ссоры, были бы скандалы, вы бы чувствовали холодность от него и так далее. И квартиру бы он не покупал с вами в расстрочку, потому что не был бы уверен в вас. И ремонт бы не зателил. И все. Это означает, что ему просто чего-то не хватает. Вот на данный момент. И нужно понять, чего ему не хватает в разговоре. Не обвинять его, как вы хотите. Не выяснять, не указывать ему на его ошибки, на его просчеты, на его грешки. А именно попробовать понять, чего мужчина хочет. Сказать примерно такие слова. Дорогой, я понимаю, что ты меня любишь. Я знаю, что ты меня любишь. И я тоже тебя люблю. Но! Пойми правильно меня. Я не собираюсь терпеть твои переписки с другими женщинами. Я хотел бы, чтобы ты принадлежала только мне. Я хотел бы быть в тебе уверен. И потому, пожалуйста, скажи мне, чего бы ты хотел, чего тебе не хватает, что тебе нужно в отношениях, чтобы я тебе могла это дать. Я постараюсь за всех сил. Но и ты мне в момент пообещать, что не будешь с другими женщинами общаться. Если я что-то в себе изменю. Вот примерно такой диалог, примерно такой постулат лучше бы поставить во главу угла вашему большому разговору, который мужчина ожидает. и тогда вместо обвинений, которые создают запретность, то есть вы его обвиняете, мужчина знает, что вы против, что вы запрещаете что-то, мужчина знает, что у него есть табу, а табу есть по своей сути что-то привлекательное. Ну, как, знаете, вот ребенок, да. Нельзя, вот что нельзя, он то и делает. Вот тот самый и здесь. А вот мужчина не больше. Мужина все-таки в большей степени ребенок. Это факт. И вот если вы построите разговор именно в таком ключе, мужчина поймет, что вы, собственно, перестали играть роль личного игрателя. Вы стали играть роль полноправного партнера, который видит своего мужчину не как на входившего ребенка, скажем, а как равного себе. И признает, что то, что он делает, мужчина, есть вследствие его потребности, его желания. Тем самым вы даете ему понять, мужчине, что осознаете ответственность, которую он несет за свои поступки. И вы дадите эту ответственность ему почувствовать тоже. Потому что сейчас это напоминает так, что, знаете, как вот ребенок на сходе, да, а мама его наругает. Другая это все равно простит. Вот примерно так же мужчина и чувствует вас сейчас, сейчас. Но, как вы понимаете, подобные отношения ни к чему не ведут. В отношениях с ребенком нужно дать ему понять ответственность свою, дать ему ощутить, что он взрослый, что его решения не оспариваются как таковые, но на ответственность, на их результат этих решений делается соответствующий вывод. И точно так же нужно поступить вам. И это позиция более мудрого человека. Это позиция более взрослого человека. Человека, считающего своего мужа не объектом подозрений и проверок, но носителем своих желаний, потребностей и целей, и стремящихся эти потребности удовлетворить. И если мужчина увидит, что вы действительно стремитесь к тому, чтобы гармонизировать ваши отношения, чтобы дать мужчине все, чего он хочет, то у него совесть, простите, не позволит общаться с другими женщинами, потому что он будет знать, что вы для него сделали все. А если он будет знать, что вы просто его поругаете, пожурите немного и все равно простите, допустим, или он знает, что вы будете его только обвинять, например, то это не даст должного результата. Ваш мужчина не мальчик. Ваш мужчина уже именно лично, и относиться к нему нужно соответствующе. Теперь дальше. Вот, допустим, допустим, что его потребности, так как он их вам определил, вы ровно творяете. И мужчина, в общем-то и целом, всем доволен. И если в этом случае он все равно будет крестовать, это будет означать, в свою очередь, что он недостаточно уважает вас, ну и, в общем, справедливо то, что вы говорили по поводу того, что он не любит вас так, как вам хотелось бы. Вот это будет справедливо в этом случае. Пока что, пока вы полностью его желание не удовлетворились и не осознали то, что ему нужно и то, что он хочет, об этом говорить нельзя. И вот, если вы придете ко второму результату, что он делает это потому, что нет у него достаточного уважения к вам, и нет достаточных чувств к вам, вот тогда и нужно разводиться. Тогда справедливо все то, что вы говорите в контексте развода. Но перед этим нужно попробовать отношения уравновесить. И это будет средством спасания брака. Если получится, значит человек ваш. Если у нее получится, значит, соответственно, человек не ваш. И с этим ничего не поделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует.